Среди наших зрителей мы нередко встречаем мнение, что профессия печник уходит в прошлое. Однако не можем с этим согласиться. Даже по официальным данным, печное отопление используют в 4 миллионах домохозяйств по всей стране. Не стоит также забывать про бани и зоны барбекю, где печи не выполняют отопительную функцию. Всё это говорит о том, что профессия печник по-прежнему актуальна. В этом ролике мы расскажем, как обучиться печному делу и какие перспективы существуют в профессии. Поехали! Печник – это специалист, который занимается проектированием, установкой и ремонтом печей или каминов. Профессия эта довольно прибыльная. В месяц начинающий мастер зарабатывает до 80 тысяч рублей, а профессиональный печник только за один объект может получить 200 тысяч. Сейчас функции печи немножко изменились. Сейчас печь – это как резервный источник отопления, то есть и она должна иметь хороший декоративный вид. Для этого мы вот учимся как раз снимать фаски, делать красивые арки вложенные, точить декоративные элементы, чтобы облагородить вид, чтобы создать вид красивого очага. Работа печника узкопрофильная и очень сложная. Мастер должен разбираться в конструкции отопительного прибора, вкладке, просчитывать расход материалов и многое-многое другое. Существует два способа обучиться профессии – стать подмастерьем у профессионала или пройти обучение на специальных курсах. Помогая опытному мастеру, начинающий печник действительно может приобрести некоторые ключевые навыки. Однако это потребует времени, не принесет желаемого дохода и, что самое главное, не сформирует системы знаний. Второй вариант более надежен. Желаете вы найти призвание, хобби или повысить квалификацию? Курсы печного дела подходят для людей разных возрастов и профессий. Здесь мы что учимся делать? Мы учимся делать арки, красивые в миллиметровый шов, в двухмиллиметровый шов. Мы привыкаем работать правильно, то есть кирпич обязательно моется, чистится, и после этого уже используются вкладки. Также мы здесь учимся делать декоративные элементы, брошировать кирпич, делать вот такие вот переходы. Переходы с прямоугольной кладки на круглые углы, вот переходы такие точить. Это ребята сами точили все. Вот они выточили переход с прямоугольного на круглый угол. То есть как быстро это обыграть, как перейти. Значит, ну, расшивка швов в пустошовку, да. Работаем в правильный шов в 3 миллиметра, в тоненький. Значит, швы все выровнены в 3 миллиметра, горизонтальные. Ну, стараемся. Где-то получается, где-то не получается. Ну, в целом, в целом, в целом все идет неплохо. Значит, сложный элемент – это турбирование топок, да. Это топка здесь, которая была впервые предложена Евгением Колчиным давным-давно, лет 15 назад. Называется двойное ребро с подачей вторичного воздуха. Вот такая вот турбина. Значит, показываю ребятам, как она делается, как собирается, как укрепляются стенки, чтобы они не разваливались от эксплуатации полениями. Как система перевязок организуется, то есть, мы можем вот вовнутрь заглянуть. Инструкция достаточно сложная. То есть, все объясняю, разбираем газодинамику, как, что будет работать, куда, что будет двигаться и в какой последовательности. Все хотят научиться делать каминный печик. Причем с высоким КПД, эффективные, современные, теплые, теплые. Чтобы они грели по всему периметру, снизу, доверху. На сегодня у нас программа «Максимум», значит, работаем мы здесь методом глубокого погружения. Сначала у нас была теоретическая подготовка, то есть, по функциям горения, по газодинамике печей. То есть, обзорные такие занятия дают, то есть, как что работает, какие процессы явления происходят в печах. Сейчас мы вот делаем вот эту учебную модельку камина печи. Мы обязательно затопим, что-нибудь на ней испечем, хотя нету ни трубы, ни дымоходов, ничего. То есть, она будет топиться с открытым окошком у нас. Сегодня мы планируем, значит, сделать топку, топливник, собрать вот этот топливник. Сложный очень топливник. Сегодня мы планируем его сделать к вечеру и перекрыть варочной плитой. То есть, это будет кабинет печи с варочной плитой. Значит, здесь вот у нас все распределено поканально, то есть, где воздух, где дым, где все, да. Значит, ребята точат перевязки вот такие дивные, чтобы закрепить кладку, да, то есть, зафиксировать. Организация системы перевязок – это самый такой сложный процесс при сборке топливников. Потому что они испытывают очень большие нагрузки термические, да, и, соответственно, разваливаются. В данном случае топливник будет рассчитан на получение температуры до 1000 градусов, до 1000 градусов в режиме активного горения. То есть, на протяжении 2,5-3 часов температура в топливнике будет около 1000 градусов. То есть, нагрузка термическая будет очень большая на стенке. Поэтому делаем максимально надежно. То есть, ну, ребята вот у меня сами пилят, точат, сами размечают. Я только, ну, стою, контролирую процесс и рассказываю. Значит, как, что. Они думают, тоже включают голову и коллегиально, то есть, ну, вот, решаем. Ну, если где-то что-то, я подсказываю. Будущий печник усвоит важные базовые навыки. Проверит их на практике и по завершении обучения получит разряд и свидетельство о профессии. Наша компания «Печной мир» проводит такие курсы в Москве, Иркутске, Красноярске и Улан-Удэ. Вот уже 5 лет профессионалы передают свой опыт новичкам. Помогают адаптироваться в профессии. У нас есть оборудованный учебный класс для теоретических занятий. А также мастерская, где обучающиеся строят отопительно-варочные печи средней сложности. Сейчас формируем второй ярус. Второй ярус отопительной системы, то есть камина печи. Здесь у нас будет верхний колпак, верхний колпак обогреваемый. И потом еще будет сверху коллектор дымовой. И вот здесь будет стоять задвижка трубная. Ну вот, горение процесс еще идет. Мы уже сало пожарили, сало пожарили, хлеб пожарили. Остались несколько головешек от запуска. С дымом у нас вот так. Его не видно. То есть чистое горение. Топливник сделан правильно. То есть работает вторичный воздух, подача, да. Сгорание полное, полное сгорание. Даже то, что печка топится в закрытом помещении с подпертым потолком, это уже чудо из чудес. Она сырая, кирпич моченый, мокрый, да. Как только последний кирпич положили, без трубы сформировали устье трубы. И затопили тут же. Печка затопилась хорошо. То есть даже практически не дымнула ни разу. Печка уникальная по всем показателям. Значит, с эффектом русской печи. Духовка. Топливник турбированный. Сушильная камера, чтобы можно было посушить. Посушить варежки, валенки, травку, овощи, повялить. Но здесь мы не стали перекрывать ее. У нас просто кирпич кончился. Одна арка ребровая, одна вложенная торцевая. Вложенная торцевая арка, одноцентровая. По сути, лучковая перемычка. Сзади, за ней стоит нормальная арка ребровая, которую Анатолий Григорьев придумал. И стоит клиновая перемычка. То есть это тоже часть, фрагмент арки. Фрагмент арки одноцентровой или лучковой перемычки. Фрагмент. То есть параллельно срезанный пласт от лучковой перемычки. Если вы хотите подробнее узнать о программе или получить консультацию, то переходите в описание к ролику. Ждем вас на курсах печного дела.